Кончуа, дорогие друзья! С вами Дарья Мойнич. И это видео я хочу снять на тему слов, которые, похоже, звучат в японском языке и в русском языке. То есть это очень забавные слова, вы можете легко их запомнить. Единственное, у них практически у всех разные значения. Итак, первое слово это слово кабан. Кабан. Да, звучит как наше животное на русском языке, но на японском языке это означает сумка-портфель. Кабан. 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 Следующее слово это киноо. Ну, по-русски мы значение знаем, а по-японски это означает вчера. Но здесь долгое. Давайте расскажу пример. Вчера читал новую книгу. Киноо от России хон о йомимашта. Киноо от России хон о йомимашта. Вчера читал новую книгу. Киноо, запомните это слово. И последнее, третье слово, оно очень многих забавляет. Это слово чотто. Та двойная т здесь существует. Как вы думаете, что оно означает? Оно очень, на самом деле, похоже на, по значению на наше русское слово. Это слово очень в японском языке многогранно. Дословно оно означает немножко. Чотто. Но вообще оно часто используется при отказах. К примеру, японцы, они не любят отказывать напрямую. И часто при отказе используют эту фразу в значении, что, ну, я немного не могу, мне немного неудобно. И так далее. К примеру, фраза может звучать отказа так. Сумимасен. Чотто. Извини, но мне немножко неудобно. Или, то есть, если переводить, то, прости, но мне что-то неудобно. Да? То есть, она похожа на русское чотто. Да? То, что мы по-русски говорим. Либо что-то. Чотто. Чотто. Либо, к примеру, я немного устал. Чотто цукаримашта. Чотто цукаримашта. Либо, если в разговорном варианте, чотто цукарита. Чотто цукарита. Итак, запишите себе эти фразы, запомните их. И вы уже сегодня выучили три фразы, которые похожи, которые существуют и в японском языке, и в русском, и очень похожи по звучанию. А какие слова, которые похожи, звучат и в японском, и в русском языке, знаете вы? Если вы знаете такие слова, то напишите, пожалуйста, внизу в комментариях под этим видео ваши варианты. Очень интересно будет их услышать. Если вам понравилось это видео, то делитесь им с вашими друзьями, кто тоже учит японский язык. Ставьте лайки, да? И подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые видео в числе первых. Джа матане! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!